Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Лайкфильм ДБ, представляющим вниманию список фильмов, похожих на Золушка 1950 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Золушка 2015 года Отец молодой девушки по имени Элла, а вдовев женится во второй раз. И вскоре Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами, мачехой Леди Тремейн и ее дочерьми Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную Золой, за что и получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище Золушка. Несмотря на злоключение, выпавшее на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты находится что-то, что помогает ей думать о хорошем. Например, случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не предполагает, что встретилась с самим принцем, и что вскоре фея крестная навсегда поменяет ее жизнь к лучшему. Рапунцель. Запутанная история. 2010 года. Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, Фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса, в качестве спокойного убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней – это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь. Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флина в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж. И вот наши герои на воле. Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправляется бравый конь ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников. Красавица и чудовище 1991 года. В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Спящая красавица, 1959 года. Давным-давно в далекой стране жили король с королевой. Когда у них родилась долгожданная дочь Аврора, в королевстве был устроен большой праздник, чтобы все могли поприветствовать малютку. На бал пригласили и трех добрых фей, флору, фауну и хорошую погоду, а про злую колдонью Малефисент забыли. Оскорбленная она наложила на принцессу проклятие. В день своего 16-летия Аврора уколется о веретено и уснет вечным сном. Колдовство оказалось таким сильным, что добрые феи не смогли разрушить его. Но все же они спасли принцессу. Она очнется от сна после поцелуя прекрасного принца. Белоснежка и семь гномов 1937 года Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей, забавных семерых гномов, профессора, ворчуна, весельчака, скромника, чихоню, соню и молчуна. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!